Сервер с минимальным онлайном, одиночество и обсидиановый путь. Путь этот воистину странное явление, ведь куда бы ты ни шел, эта дорога приведет тебя к местам, в которых когда-то был кто-то другой. Будь то чья-то огромная база, от которой остались одни руины, или же небольшой привал, на котором игроки оставляли свой след в качестве табличек. Обсидиановый путь — это необычная магистраль, растянувшаяся на несколько тысяч блоков. Это дорога с настоящей историей. Привет, дружище! С тобой я, Ивни, ты на канале Птелы, а вместе с тобой мы на проекте 2Beta2T, главный анархо-сервер бета-версии 2011 года. И сегодня мы в очередной раз окунемся в его историю. Устраивайся поудобнее, кликай на подписочку, ибо я начинаю свой рассказ. И начать стоит, конечно же, со знакомства. Как я узнал о существовании обсидианового пути? Скриншот, который вы сейчас видите, мне удалось найти на своем компьютере. Когда я впервые зашел на 2Beta2T, и еле-еле выброшись со спавна, меня встретила вот такая обсидиановая магистраль. У меня есть даже небольшой отрывок с этих моментов. Солнце взошло довольно скоро, а лава была вдали от меня, хотя могла оказаться прямо под ногами. Да и вокруг было в каком-то смысле... красиво, что ли. Но надолго я задерживаться не стал. Прыгнул в первый попавшийся портал в ад, чтобы попытаться занять позицию повыше. Миновав лавовое озеро, слейбы, дрока и обсидиановые стены, внизу показалось что-то, что напоминало мне обычный мир. Да, именно так я и встретил обсидиановый путь. Изначально я думал, что это обычная магистраль, которая не представляет из себя ничего интересного. Но с каждым пройденным блоком я убеждался, что это не так. То, что вы сейчас видите, спаун на обычном СМП-сервере. Ничего особенного. Нашли ближайшее дерево, начали добывать ресурсы, отходите, а тут бац, от нулевых координат проложена дорога. И вы просто идёте. Но по пути вам не встречается ровным счётом ничего. Ведь у сервера, на котором вы играете, ещё нет никакой истории. В каком-то смысле он ещё только на начале своего пути. Повезло, если там вообще хоть кто-то решился проложить эту самую магистраль. А это спаун сервера 2бета 2ти. По нему явно не скажешь, что сервер существует совсем недавно. Потому как даже такие разрушения не принести за один день. Да и если верить официальному сайту 2беты, сервер существует почти 4 года. 4 года. За это время может измениться очень многое. И представляете, сколько историй может хранить себе эта магистраль, по которой вы идёте без бега и элитр, потому что на 1.7.3бете ещё не было таких удобств. И идти вы можете по ней часами, потому что вы будете регулярно останавливаться для того, чтобы изучить то, что находите. Как вам, например, наткнуться на базу 1К1К, первая база сервера, которая была основана в 2020 году? Сейчас от неё остались одни руины, и мы обязательно взглянем на неё подробнее. Но позвольте мне ответить на один вопрос новичков, который мог появиться при просмотре этого видео. Как, блин, вообще строилась эта магистраль? Неужели кто-то в здравом уме действительно добывал такое огромное количество обсидиана, и просто шёл вперёд, оставляя за собой весь этот путь? И да, и нет. Ведь чтобы построить такую магистраль, вам понадобится всего одна печь и один обсидиан. Потому что, благодаря чудесам Дюпа, который разрешён на 2бета 2ти и не пофикшен на многих других бета-серверах, можно сильно упростить себе задачу. Но да, вам всё равно придётся потратить много времени, потому как на вашем пути будут встречаться скалы, через которые придётся прокапываться, ну или же взрывать их. Здесь всё зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Ванкей, Ванкей. Что ж, это правда интересное место. Остаётся только догадываться, как выглядела эта база, когда только создавалась. Ведь единственное, что я нашёл, это скриншоты уже после её разрушения. Скриншоты плохого качества, понимаю, но не забывайте о том, что это бета. Но какой был бы из меня исследователь заброшенных серверов, если бы я не провёл более детального расследования? Всё же мне удалось найти скриншоты базы Ванкей Ванкей, которые были сделаны больше трёх лет назад, ещё до её грифа. И выглядят они следующим образом. На этом скриншоте отчётливо виден маяк слева. А вот то, что от него осталось. Конечно же, это не всё. Ещё мне удалось найти такой скриншот. На нём отчётливо видно, как вообще в целом выглядела база. И если хорошо присмотреться, то мы можем увидеть руины этой высотки. И вот она. Единственная адекватно сохранившаяся, потому что была создана из обсидиана. Полагаю, что вам, как когда-то и мне, было бы интересно узнать, что скрывает внутри себя эта высотка. Но, к сожалению, спешу вас разочаровать. Внутри нет практически ничего, кроме пары блоков Назрака и факелов. На высотке доступно ещё несколько этажей, но даже они оказались пустыми. В общем, от былого величия тысячи на тысячу не осталось ничего. Лишь руины, отдалённо напоминавшие о том, что раньше здесь было что-то, над чем так сильно трудились игроки. Под базой тоже всё было уничтожено. Хотя были и несколько сохранившихся мест, а также уникальных явлений, по типу уничтоженного бедрока, который открывал путь в саму пустоту. Да. Поначалу я думал, что это просто не до конца прогруженные чанки. Но спустившись ниже, оказалось, что бедрока действительно нет. Поэтому, чтобы никто из исследователей не упал, я начал заделывать эту дыру Назраком. Я также оставил здесь свою табличку. Если будете находиться на 1к1к, оставьте рядышком свою и напишите, что вы с видео. Хотелось бы посмотреть, сколько нас. В общем, как вы видите сейчас на экране, база хоть и уничтожена, но на ней действительно остались места, которые стоило бы увидеть своими глазами. Я настоятельно рекомендую вам посетить 2бета 2ти. Если вы не знаете, как именно на него попасть, заходите в наш дискорд сервер по ссылке из закреплённого комментария. Мы вместе исследуем полупустые сервера, а также сервера на старых версиях. Будем рады тебя видеть в наших рядах и обязательно объясним, как посетить 2бета 2ти. Итак, последний раз взглянув на высотку, я отправился к месту, о котором шла речь в самом начале видеоролика. Обсидиановый путь. Для того, чтобы дойти до него, мне придётся миновать огромную стену из обсидиана в 5 блоков толщиной. Она растянулась на несколько сотен блоков в длину. Забравшись по тому, что осталась от странной дороги из кирпичей, я проделал дыру в стене и продолжил свой путь с помощью назырака прямо по воздуху. Меня встречали разные интересные структуры по типу двух порталов и рядом оставленных деревянных дверей. Но, в конце концов, до нашей цели я наконец добрался. Путешествие в несколько тысяч блоков можно считать успешно начатым. 9 тысяч блоков. Именно такое расстояние придётся преодолеть, чтобы добраться до моего дома. Дюпаем себе огромное количество табличек, чтобы оставлять их по пути, потому как оставлять их придётся много, и отправляемся в путь. Несколько дней назад я выложил видео, в котором спалил координаты этого дома. Дом не представляет из себя ничего особенного, но я очень радовался тому факту, что за несколько месяцев с ним не случилось ровным счётом ничего плохого. А теперь меня терзает любопытство, загрифили ли его кто-нибудь, ведь видео набрало немало просмотров. Но, чтобы наверняка узнать это, нам придётся идти, идти, идти. И по пути мы будем останавливаться, чтобы проверять различные места. Вот, например, у меня встретилась странная постройка из Апсидиана. Ума не приложу, зачем кому-то нужно было строить что-то подобное, с такой странной формой. А это место, пожалуй, одно из моих любимых, потому что здесь действительно чувствуется присутствие игроков, которых прямо сейчас нет рядом. Но они точно здесь когда-то были. Посмотрите на это бешеное количество табличек. Кажется, кто-то оставлял здесь таблички даже в 21-м году. Это просто фантастика, и если захотите посетить это место, то вот его координаты. Продолжая свой путь, мы посетим не менее интересное место. Помните, я говорил, что прокладывая магистраль, вам будут встречаться скалы, которые будут мешать продолжать путь? Вероятнее всего, так и получилось здесь, поэтому строитель или строители, я сомневаюсь, что это строилось в одиночку, проложили путь прямо через эту скалу. И получилось, как по мне, очень красиво. Игра с читами в какой-то мере портит погружение, которое могло произойти прямо здесь. Я более чем уверен, что здесь стоит идти с низкой прорисовкой, потому что в этом есть так называемый некий вайп, своя атмосфера. Никогда не знаешь, что встретит тебя через десяток блоков. Очередная табличка, овраг или же выход из пещеры. Меня вот встретил выход из пещеры с табличкой «Почти умер здесь», которую оставили в 21-м году. Сверху еще есть таблички, давайте взглянем и на них. Здесь игрок поделился своими мыслями о том, что лес, в котором они сейчас находятся, очень красивый. И с ним тут же начали соглашаться. Давайте немножко пройдемся по нему, чтобы убедиться в этом. Не знаю насчет красоты леса, но чуть-чуть углубившись в него, я обнаружил Чанг с непрогруженным динамитным взрывом. Мне повезло запечатлеть его на запись, поэтому не вставить его в окончательный вариант видео было бы глупо. Потому как это прекрасная возможность поделиться с вами одним из этаких артефактов 2-бета-2-ти. События, которые происходят не так уж и редко, но и не так уж и часто. И пока мы не закончили прогулку, хочу поделиться с вами фрагментом из того видео, где я впервые увидел похожий динамитный взрыв. А один из игроков поделился со мной информацией, почему это происходит. А когда внезапно прогрузился динамитный взрыв, он объяснил мне, что это произошло лишь по той причине, что на этих землях уже очень давно не было игроков, и взрыву этому без моего присутствия не было нужды прогружаться. Признаться честно, я неслабо перебугался, когда услышал этот взрыв, но в словах этого игрока действительно была логика. Продолжая свой путь, я наткнулся на два блока быдрока, которые мирно стояли в сторонке и никого не трогали. А чуть дальше меня встретила чья-то каменная лавка с надписью «Да ладно тебе, присядь, ты это заслужил», как бы намекая, что прошел я уже немало и стоило бы немного отдохнуть. Лавочка находится у милого небольшого прудика, координаты справа внизу. Чуть поотдаль меня встретил чей-то домик, который напоминал мне мой. В этот раз я оставил золотые яблоки внутри сундука и, закрыв за собой двери, направился дальше. Еще один полуразрушенный дом встретил меня на обсидиановом пути. Вернее, будет сказать, прямо посередине этой магистрали, которая как бы проходит сквозь него. Хозяину этого дома, если бы проживание в нем оставалось для него актуальному по сей день, явно не повезло бы пропускать через себя столько гостей. Внутри было также много табличек, но мы с вами все так же продолжаем путь, с каждой минутой приближаясь к нашей цели. Еще я нашел скриншот, который сделал несколько месяцев назад, пока шел по верхнему миру. Портал с табличкой «Андреа», и я вхожу в этот портал, и я тебя подожду. Звучит как-то очень печально, и почему-то мне кажется, что концовка может быть соответствующей. Как вы уже поняли, я нашел портал из предыдущего видео, он остался нетронутым. Но если я буду вам показывать каждую остановку на обсидиановом пути, видео будет длиться бесконечно. Поэтому давайте перейдем к самому главному. Добравшись до дома, я слегка перепугался, потому что увидел, как какой-то игрок строит что-то странное из обсидиана. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что же, его все-таки грифанули. Но это оказалось не так. Оказывается, это был игрок из нашей команды биологов, Dyslex. Он построил огромный обсидиановый забор вокруг моего дома. Что же, спасибо ему за это большое, а также спасибо за то, что он решился показать мне что-то очень интересное прямо под конец видоса. Оказалось, что немного побродя в окрестностях моей коробки, можно наткнуться на такой интересный летающий чанг. До конца не ясно, приложена ли к этому рука игрока или это фокус о генерации мира Майнкрафта, но не показать это в видео было бы глупо. И знаете, сначала я думал, что в этом действительно замешан кто-то из игроков, но позже, побродя еще немного в окрестностях, мы нашли еще один такой чанг. И на сей раз вот с таким водоемом. Если у вас есть какие-то догадки касательно этого, можете написать их в комментариях. А насчет лестницы и возведенных вверх блоков, которые вы видели ранее, это вещи, оставленные нами для того, чтобы забраться на самый верх. В общем, вот такой видосик получился, надеюсь тебе понравился. Не забывай оставлять добрые комментарии, ставить лайк и подписываться на канал. И если тебе нравится рубрика такого вот путешествия на старых серверах, то обязательно говори об этом, поддерживай видосики. Подписывайся с колокольчиком, потому что это очень важно. Спасибо за просмотр, дружище, я очень тебя люблю. Всего тебе самого наилучшего. Пока-пока.